Привет! Рада видеть тебя! Подводим итоги двух дней вместе. Что там случилось с нашей дорогой игровой индустрией? Сейчас расскажу. Итак, сегодня в выпуске. Sony проиграла первый суд в России. У владельцев Xbox тоже могут появиться проблемы. Студия ретро-игр делает правильного наследника Fallout. А Calista Protocol — это не Dead Space 4. Об этом и многом другом почти что прямо сейчас. Теперь быстрый интернет будет преследовать жителей Москвы и Подмосковья буквально везде. От него не скрыться ни на даче, ни в толпе людей, ни в метро, ни даже в самом глухом подвале. Компания МТС завершает трехлетнюю модернизацию сети в столичном регионе. В результате средняя скорость интернета выросла на 35%. В столице это 60, в области уже почти 80 Мбит в секунду. А владельцы последних смартфонов смогут заценить даже максимальную скорость 800 Мбит в секунду. Чтобы добиться такого результата, компания сделала три важных изменения. Во-первых, МТС на треть увеличила число базовых станций. Во-вторых, компания усовершенствовала оборудование на действующих станциях. И, наконец, впервые в России МТС объединила все пять диапазонов радиосвязи. Покрытие и емкость сети выросли. Так что, если этим летом тебе будет нужна сверхбыстрая и супернадежная связь, ты знаешь, к кому обратиться. Для работы и развлечений, для города и дачи, для игр и видео в 4К. Интернет от МТС справится с любыми задачами. Хочешь узнать подробности? Ищи ссылку в описании к этому видео. В России закончился первый суд над компанией Sony. Владелец PS5 без дисковода заявил, что без доступа к цифровому магазину его консоль стала бесполезной. Судья признал его правоту и постановил обеспечить товарищу нормальную работу устройства. На исполнение решения дается неделя, после чего Sony будет начисляться штраф по 500 рублей за каждый день просрочки. Прямо сейчас призвать компанию к ответу будет проблематично. Но если она снова начнет финансовую деятельность в России, придется отвечать по полной программе. Тем временем тревожные новости поступают от владельцев Xbox. Microsoft начала отменять некоторым игрокам подписки Game Pass, полученные с нарушением правил сервиса. В России таких пользователей примерно процентов сто. И неудивительно, что все они сильно напряглись. В общем, быть консольщиком у нас становится все более некомфортно. По информации торговых площадок, количество объявлений о продаже PS5 и Xbox Series увеличилось с марта на 40%. Однако спрос на некогда дефицитный товар очень небольшой. Издательство Square Enix представило вторую часть ремейка Final Fantasy VII. Но PlayStation игра выйдет зимой 2023 года. Причем так же, как и первая часть, это будет не совсем ремейк, а самостоятельная история, которая позволит взглянуть на знакомый мир с новой тачки зрения. Также стало известно, что всего у игры будет три части. На создание второй ушло почти три года, но финал, вероятно, так долго ждать не придется. По словам разработчиков, они провели в студии реформы, и теперь работа начала идти гораздо быстрее. Глен Скофилд заявил, что его новая игра Callisto Protocol – это не Dead Space. Поначалу его самого напрягало то, насколько сильно они похожи. Однако затем он решил, что воровать у самого себя – это не преступление, и сосредоточился на том, чтобы не просто копировать старые задумки, а стараться сделать их лучше. И в итоге у него действительно получилась новая игра, не такая линейная и с гораздо более глубоким сюжетом. Уровни стали гораздо больше, появилось много простора для исследований, так что, побродив по закоулкам, можно будет найти много всего интересного. А еще она будет гораздо страшнее. И сам Скофилд и другие разработчики – большие фанаты ужастиков, только они их почти не пугают. Поэтому они просто наваливают в игру самую страшную жуть, какую только могут придумать, не заботясь о том, что для кого-то это может быть перебор. Слово разработчики уверяют, что процесс разрывания монстров на части будет таким разнообразным, что за все прохождение можно будет так и не увидеть две одинаковые смерти. Ну а Blizzard рассказала новые подробности про Overwatch 2. Сделав игру бесплатной, студии пришлось полностью изменить схему ее развития. Никаких лутбоксов здесь больше нет. Их заменил боевой пропуск, с помощью которого можно будет раздобыть разные косметические плюшки. Их теперь станет гораздо больше. А сама игра начнет обновляться куда чаще – примерно каждые 9 недель. Если первый сезон начнется 4 октября, то второй уже 6 декабря. А вот главное нововведение – сюжетные кооперативные миссии – придется подождать до следующего года. Состоялся релиз игры про группу земноводных животных и крысу, которые мутировали и стали мастерами восточных боевых искусств. Несмотря на странный сюжет и графику 30-летней давности, проект получил очень хорошие отзывы критиков. Средняя оценка на MetaCritic – 85 баллов. Пишет, что игра очень увлекательная, однако в ней совершенно нет новых идей. Фанаты, которые выросли на 16-битных консолях, останутся в восторге. А вот более юные игроки могут просто не понять, что это вообще такое. Может, еще кто помнит ретро-шутер Dusk, вышедший в 2018 году. В Стиме у него были неплохие продажи и 97% положительных отзывов. И вот теперь его создатели решили сделать новую игру – духовного наследника самых первых Fallout. Названия у проекта пока нет, но команда собирается достойная. Например, инди-разработчик Адам Лацка, который уже пытался воскресить тот самый Fallout в рамках проекта OneBuren. Композитором выступит Марк Морган, который писал музыку для первого и второго Fallout. А дизайнером станет российский художник Александр Березин. Он уже работал над модами к оригинальным играм. И даже создал несколько концепт-артов Fallout в советском стиле. Ну и на этом интересные новости только начинаются. Ученые сравнили успехи киберспортсменов. И выяснили, что наиболее увесистые игроки оказались успешнее худых коллег. Но это касается только тех, у кого реально большие проблемы с лишним весом. И только в долгих и напряженных матчах. Так что нет, оно того не стоит. Издательство Capcom анонсировало ролевой экшен Dragons Dogma 2. Правда, ничего кроме названия так и не показали. Игру делают на собственном движке Re-Engine, том же самом, на котором делали Resident Evil 8. А на Steam-странице шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 указали новую предполагаемую дату выхода. Декабрь 2023 года. Впрочем, скорее всего, она не настоящая. И разработчики просто решили занести ожидания. Самая старая фанатка Skyrim, 86-летняя бабушка Ширли Кари, попросила студию Bethesda поскорее выпустить The Elder Scrolls VI, потому что иначе боится не дожить до релиза. Ну, что сказать, тут уж даже 40-летние начинают сомневаться, что доживут. И, наконец, снова появился повод заглянуть в магазин Epic Games. Там раздают адвенчуру Supraland. По отзывам, это такой гибрид. Портал, Зельды и Метроида. Надо исследовать мир, решать головоломки и сражаться с монстрами. Ну и, наконец, что посмотреть на выходных, если хочется открыть для себя что-то новое? Например, сериал. «Засланец из космоса». Вполне себе новенький. Первый сезон вышел в 2021 году. Легкий, забавный и интересный. Что еще из базового нам нужно, чтобы начать смотреть и тянуться? «Засланец из космоса» снят по мотивам комикса. А завязка там такая. Наш мир посетил гостя из космоса. Вау. Инопланетянин. Вау. Его цель здесь немеролюбивая. Вау. Но самое главное, что люди-то об этом не знают и с радостью принимают гостя, который уже успел сменить внешний облик на обыкновенный человеческий. Но как нам, людям, с гостем разговаривать, если он такой странный? Хотя... Че это я? Все мы странные. Так что привыкнем. Да и гостю, кажется, у нас нравится. И может, ну его уничтожать человечество. Элементы детектива, научная фантастика, юмор. Здесь есть все. И приятно завернуто. Правда, моралфагом смотреть не стоит. Тут много неприятных сюрпризов для них. Хотя, что я. Смотрите все. Просто расслабьтесь и смотрите. Гость из космоса. Ну и увидимся уже в середине следующей недели. Береги себя и свою психику. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok